Перуанская морская свинка Перуанская морская свинка – еще одна порода, которая завоевала популярность среди любителей свиноводов всего мира. Экзотический зверек отличается покладистым характером, ярким внешним видом и длинной шелковистой шерстью с пробором по центру спины и двумя розетками в области крестца. История происхождения впервые об этих свинках упоминается в начале XIX века, 1800 год, в Европе, куда они были завезены из Южной Америки, Перу, Аргентита, Бразилия. Первая демонстрация удивительных зверьков, так напоминающих йоркширских терреров, состоялась в Париже на сельскохозяйственной выставке. В 1930 году был разработан и официально закреплен стандарт породы, который значительно отличается от критериев оценки «ангурукс». Кем перуанцев, они редко путают. Описание породы длинношерстных пород морских свинок не так уж и мало. Среди них попадаются и обычные «дворняшки», внешним видом напоминающие декоративную красавицу, но с весьма сомнительными перуанскими корнями. Поэтому важно научиться отличать «оригинал» от подделки. Для истинных представителей породы характерны – длинная густая шерсть, волосы достигают в длину до 30-50 см. Прямой пробор вдоль всей спины – длинная челка, растущая вперед и закрывающая всю мордашку питомца, две розетки в районе крестца, одно едва заметное завихрение на спинке носа, переходящие в бакенбарды. Каждая розетка имеет правильную форму, одна чашка четко отделена от другой и не меняет направление роста волосков. От розеток шерсть переходит в сторону спины, сзада наперед, формируя челку на голове. На ногах и животе шерсть короткая, между пальцами волоски растут в сторону тела. Удивительно, но если смотреть на спящую морскую свинку, находящуюся без движения, то бывает проблематично определить, где у нее перед, а где заты из-за густой шевелюры. По конституции грызуны сбитые, округлые, при этом тело напоминает форму шара с широкими плечами и ровной спиной. Голова тоже небольшая, череп хорошо развит. Глаза у перуанцев хоть и большие, но они едва проглядываются сквозь густые заросли челки. Ушки средней длины, слегка нависают вниз и вперед, по форме очень похожи на лепестки роз. Окраска может быть любой. Взрослые морские свинки обычно вырастают до размеров в 30-35 см, весят не более полутора килограмм, средняя продолжительность жизни 5-6 лет. Считается, что перуанские морские свинки самые доброжелательные, кроткие и спокойные среди своих сородичей. Они хорошо ладят с людьми и вполне согласны с ними общаться. Уход основные сложности связаны с шерстью. Густая шубка требует тщательного, ежедневного и кропотливого расчесывания. Правда процесс не особо трудоемкий ввиду того, что шерсть не склонна к запутыванию и образованию колтунов. Для наведения должного лоска рекомендуется использовать мягкую щетку и гребешок с редкими зубьями. Если свинку правильно расчесать, то она будет иметь схожесть с настоящим париком. В перерывах между выставками шерсть накручивают на попельетки, бегуди. В закрученном состоянии она меньше путается и засоряется. Да и самому грызуну намного удобнее будет передвигаться, кушать и вести активную жизнь. Порода относится к декоративным и выставочным, поэтому она не особо подходит для содержания детьми или новичками. Щепетильный уход может быстро надоесть, а свинка будет страдать от неухоженной шерстки. Содержание Содержание перуанцев не особо отличается от ухода за другими представителями вида. Им также нужна просторная клетка, из которой грызуна периодически выпускают на прогулку по дому или квартире. Покупать колесо, как любят делать многие неопытные владельцы, нецелесообразно ввиду того, что свинки пользуются ими редко. Зато другие игрушки придутся кстати. В качестве подсилки используют опилки или деревянную стружку. Не рекомендуется применять гранулы, мало того, что они могут стать причиной появления натоптышей на лапках, так еще и будут забиваться в шерсть. В питании предпочтение отдают овощам и фруктам, сену и зерну. Можно приобретать и готовые корма премиум класса для длинношерстных пород, которые будут полностью сбалансированы. Не забывают о ежедневной даче витамина С, его добавляют в воду, а также периодической подкормки витаминами и микроэлементами, так необходимыми для красивой шерсти, витамины А, серы и так далее. Купать перуанцев рекомендуется только в случае острой необходимости или перед выставкой. Пользуются специальными шампунями и кондиционерами для легкого расчесывания. После водных процедур свинку обязательно следует тщательно промокнуть полотенцем, высушить феном. Избегают сквозняков. В противном случае животное простынет или даже подхватит воспаление легких. Правила приобретения. Купить настоящую морскую свинку-перуанку в качестве домашнего любимца можно только в специализированных питомниках. В противном случае можно попасться на подделку. Животное от этого не станет хуже или некрасивее, но все равно будет обидно за потраченные деньги. Перед сделкой проверяют наличие всех документов, узнают о родителях животного и убеждаются в благородном происхождении грызуна. Заодно и договариваются с владельцами питомника о возможности проконсультироваться в случае необходимости. Обычно сотрудники соглашаются на это с радостью, так как им тоже не безразлична судьба ребенка. Размножение лучше доверить этот вопрос профессионалам, которые смогут поддержать по роду, соответствующую всем критериям и стандартам. Трудности разведения связаны больше с необходимостью правильного подбора родителей, а не самого процесса продолжения рода. Допускаются к скрещиванию животные не младше 6 месяцев, хотя половая зрелость наступает значительно раньше, и не старше 2 лет. Самки приходят в охоту раз в 2 недели, продолжается она 12-15 часов. Беременность длится 68 дней, за один раз рождается от 2 до 4 поросят. Перуанская морская свинка требует тщательного ухода и заботы. В награду за свои труды человек получит преданного и любящего питомца, отличающегося своим блистательным и ярким видом. Похожая тема комментарий и обсуждения. Продолжение следует... Продолжение следует...